Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, я приветствую вас у микрофона редактора Юрий Сергеев. Мы работаем в прямом эфире, это программа «Якутск. Сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио Титим Сахарадиота, национальной обещательной компании Саха, режиссёры Николай Слепцов и Михаил Эверстов. В нашей сегодняшней передаче о подключении медучреждений к медицинским чатам по федеральному проекту «Здравконтроль». Он призван повысить качество и доступность медицинской помощи. Это в первой части нашей сегодняшней телерадиопрограммы. Во второй части для тех, кто ищет работу в городе Якутске, о ситуации на рынке труда, о вакансиях, как можно встать на учёт для поиска на работу в центр занятости, можно ли обучиться бесплатно на курсах, какие мероприятия проводятся в текущем месяце. Итак, в начале нашей передачи представлю первого гостя нашей студии. Это ведущий специалист отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращений граждан Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Татьяна Николаевна Адамова. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться с вами, Юрий Николаевич, лично. И огромная благодарность за то, что пригласили сегодня в качестве гостя вашу студию. И очень надеюсь, что вашим зрителям, нашим зрителям и слушателям будет интересна тема нашей сегодняшней беседы. Да, и тема действительно очень интересна, я считаю, и актуальна в какой-то степени. У нас сегодня есть возможность узнать о федеральном проекте «Здравконтроль». Вот подробнее чуть дали. Я думаю, что сегодня мы об этом поведем речь. И цели задачи этого федерального проекта «Здравконтроль». Татьяна Николаевна, давайте вот с этого вопроса именно начнем нашу передачу. А, кстати, уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны прямого эфира, я напомню, 32-00-66 и 32-11-66. Те, кто будут нам звонить на прямой эфир из-за пределов города Якутска, с районов, то, пожалуйста, набирайте «Восьмерку», «Гудок», «411-2» и номера телефонов прямого эфира. Ну что ж, Татьяна Николаевна, давайте начнем с этого цели задачи федерального проекта «Здравконтроль». В Республике Саха-Якутия в рамках совместной работы Министерства здравоохранения Республики и Общественной палаты Российской Федерации с прошлого года, с 1 марта 2023-го, были созданы в мессенджере телеграмм два медчата. Это «Якутско-здоровье», куда входят медицинские организации города Якутска и «Саха-здоровье». Это медицинские организации в районах республики. Проект «Здравконтроль» был создан по инициативе президента фонда «Социальная сфера» и руководителя данного проекта Мартынова Евгения Вячеславовича. Он посвящен основному национальному приоритету – это народосбережение. В настоящий момент данный проект работает уже в 50 регионах, и число пользователей составляет свыше 600 тысяч пациентов. А у нас в республике сколько медучреждений подключены к медчатам? В нашей республике подключены все поликлиники и города, и районов. Так как медчата созданы именно для взаимодействия пациентов и первичного звена здравоохранения. Этот федеральный проект «Здравконтроль» действует с 2023 года, да? Вообще на территории Российской Федерации? Он с 2020 года работает, во время пандемии его создали, а в нашу республику он начал работать с 1 марта прошлого года. В прошлого года уже, да? Вот, по-моему, конечно, уже время прошло. И вот скажите, пожалуйста, ну и сколько сейчас тогда у нас это... Что себе представляет тогда вот этот медчат? Чем он должен, в общем-то, так притягивать пациентов? Ну, каждый медчат – это прямой канал для коммуникации жителей и представителей медицинских организаций. Участники чатов обращаются с самыми различными проблемами, которые связаны с получением медицинской помощи, и их проактивно решают. То есть у нас регламентный срок решения обращения – это 2 часа в медчате. Отвечают непосредственно либо заместители главного врача, либо заведующий поликлиник. То есть должно пройти именно 2 часа, да, с того момента, как пациент обратился, да, скажем, с каким-то обращением своим вот в медчате, каким-то вопросом, да? Да. Скажите, пожалуйста, ну, конечно, а что это даёт медучреждениям, ну, конечно, и пациентам, естественно? Ну, медчаты помогают оперативному решению проблем пациентов при нарушениях законодательства. А для нас, организаторов здравоохранения, это возможность, как я уже говорила, проактивного реагирования на проблемы. То есть у нас уже будет меньше обращений от граждан в надзорные органы, либо же в социальные сети. Например, у нас уже зарегистрированы неоднократные случаи, когда граждане писали, чтобы мы прекратили производство по ранее поданным имя заявлением, так как через медчат им уже удалось успешно решить проблемы. Ну, вот я, конечно, обратился за некоторой информацией вот по поводу, да, федерального проекта. Это, как бы сказать так, общественный контроль, да, вот за системой здравоохранения. Конечно, вот мы уже говорили, что есть обратная связь вот для оперативного решения проблем граждан. Вот, ну, например, у нас есть вот в поликлиниках, в больницах установлен инфомат, да, инфомат, скажем так, вот, где можно записаться к врачу. А вот в чатах можно это указывать, например, запись к врачу, можно там сделать или нет, или вызов врача на дом, например, да, это совсем другого же. Это через госуслуги, естественно. Записаться к врачу или же вызвать врача на дом можно через единый колл-центр 122, либо же через портал госуслуг, либо же через инфоматы в поликлиниках. А в медчат можно написать, если есть проблемы с записью к врачу. Например, длительное время не записывать к узкому специалисту, либо же с вызовом врача. Например, у нас в медчате поступило одно обращение от гражданина одного из улусов, которая писала, что ребенок у нее заболел. Это были длительные новогодние каникулы, и она писала, вот ребенок у меня заболел, у него высокая температура, и как мы вызовем врача, если сейчас поликлиники не работают? Ну, в данном случае, например, если поликлиника не работает во время выходного дня, все равно у нас работают кабинеты неотложной помощи. И мы посоветовали маме с ребенком либо поехать сразу в поликлинику, либо же по состоянию ребенка вызвать скорую помощь. Хорошо. Ну, вот вообще, вот эти вот, какие обращения, вот вы, может, проанализируете немножко, да, хотя бы несколько таких, вот вы один уже несколько назвали уже, да, которые поступают в чаты, да. Ну, это вопрос, наверное, не только справочного характера, да, все-таки там, во сколько там, в какой день работает там, например, поликлиник, или в какой день работает там такой-то, такой-то врач, да, как можно к нему подойти? Да, да. Поступают разные обращения. Обращения, да. Ну, например, какие вот? Ну, в медчатах можно обращаться по, как мы уже говорили только что, по вопросам записи к врачам, если есть какие-то трудности. По проблемам с вызовом врача надо, если отсутствует маршрутизация пациентов, например, я выписалась со стационара и не могу далее уже, где лечиться, мне не сказали, и прихожу к терапевту или кому идти, вот в таких случаях. Также, если нарушается срок ожидания на обследование либо анализы, вот справочные вопросы и разъяснение нормативных документов, нарушение этики и диантологии, незаконные требования и навязывание платных услуг. Но тут, Юрий Николаевич, я должна сказать, что по двум этим последним категориям к нам в медчат обращений не поступало. Не поступало, да? Да, в основном у нас, да, к сожалению, бывают проблемы с записью к врачам, и длительное сожидание есть, и справочные вопросы. Например, как записаться, если я проживаю в Улусе и приехала в Якутск, как записаться к офтальмологу? Ну, к офтальмологу можно в республиканскую больницу. К сожалению, в Якутскую республиканскую офтальмологическую больницу взрослых принимают только при наличии направления. Направления обязательно. Да, с поликлиники и по месту жительства. При неотложных и экстренных состояниях, конечно же, возможно сразу обратиться в центр неотложной помощи по улице Свердл-18. Дети принимаются по записи без направления. Записаться можно по телефону, который есть и в Тюгиз тоже, и на сайте официальном больнице. Это 500-707. Вот если просмотреть некоторые обращения, если так по регионам, то я, например, там среди первых, где больше люди обращаются, это, скажем, такие навязывания платных услуг. Например, начинает навязывать пациенту платные услуги врач, скажем так. Или неудовлетворительные условия пребывания пациентов в стационарных отделениях, поликлиниях, больниц в том числе. Поэтому, ну, как говорится, нареканий ведь пока еще тоже хватает для этой отрасли здравоохранения. Ну, с одной стороны, вот вопрос тоже возник. А как подключиться к медицинским чатам? Вот вы расскажите, пожалуйста, вот это, что нужно сделать, какова вот дорожная карта, скажем так. К чатам очень легко подключиться. Вы можете просто набрать в телеграмме «Якутское здоровье» или «Саха здоровье», и вам выйдут эти чаты. Или же можете в своей поликлинике на информационном стенде, во всех наших поликлиниках есть QR-коды для присоединения к чатам. То есть, в общем-то, не так сложно, да, скажем, подсоединиться. Вот, ну, например, вот в некоторых регионах вот информация о чатах размещается даже в общественном транспорте, оказывается. И ликвитанциях на оплату ЖКУ, ну, и даже привлекают социальные службы, вот волонтёры. Ну, у нас пока в республике это не практикуется, да? Пока, да, мы о способе такой рекламы ещё не думали. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич, за идею. Мы обязательно что-нибудь из этого, конечно, опробируем. Потому что это как-то вот немногим известны, да, вот эти медицинские чаты. Даже я, скажем так, уже накануне подготовки к этой передаче, да, с вами интервью, то ознакомился с этим, что есть, оказывается, и можно подключиться и что-то, скажем так, выразить своё отношение, скажем, в каких-то таких случаях, да? Ну, вот, например, вот Евгений Мартынов, руководитель проекта «Здравконтроль», вот он, оказывается, организовал вот этот, да, федеральный проект. И действительно, оно, вот этот опыт их работы распространили по регионам Российской Федерации. И вот наша республика тоже этот опыт переняла, и, как бы, вот, скажем, с прошлого года только, только-только, может быть, да, год прошёл, может, с небольшим чуть. Поэтому он, как зампред комиссии по общественному контролю и работе с обращениями граждан вот в общественной палате Российской Федерации, действительно ратуют за то, чтобы вот этот проект был, скажем так, федеральный проект был, скажем, распространён во всех субъектах Федерации, вот, Российской Федерации, да, поэтому эта работа очень большая тоже проводится. Ну, например, ещё что хотелось сказать. Вот новый способ связи, да, через чаты, конечно, он, скажем, для людей пока ещё, ну, только-только вступает. И поэтому люди, вот, сегодня наша передача одна из тех, вот, скажем, ну, разъяснений, наверное, да, вот по этому федеральному проекту, что действительно он должен как-то, эти медчаты должны оперативно и эффективно решать все вот эти проблемы. Ну, наверное, тут специалисты у вас работают, наверное, вообще вот в этой системе, да, вот, больше, наверное, правовики, да, скажем так? Нет, люди обращаются именно за медицинской помощью, поэтому именно заместители главных врачей, или же заведующий поликлиник, потому что в основном вопросы такого характера поступают, что вот или проблема с вызовом, или проблема с записью на обследование, либо к узкому специалисту. И вот по справочным вопросам, да, конечно, мы можем обратиться к своим юристам, а также мы всегда, вот, по всем вопросам обращаемся к узким специалистам. Иногда, так как ни один врач не может быть универсальным, если поступает вопрос, например, характера, ну, где больной просит хирургической помощи, мы спросим, конечно же, у главного хирурга. Ну, вот вы назвали два часа, да, все-таки вот после того, как к пациенту обратился, должно в течение двух часов уже дать ответ на него, скажем, да, это, ну... В два часа, да, мы можем дать ответ на общие вопросы, но иногда у людей бывают очень сложные вопросы. Но в течение двух часов мы должны обязательно среагировать, и в личном сообщении ответственный сотрудник спрашивает фамилию, ну, вот, персональные данные пациента, какая проблема у него точно, и как можно решить. И, конечно же, сразу берет данное обращение в работу и начинает решать проблему. Вот, ну, а сколько еще раз повторите, сколько у нас вот количества сейчас обращений-то поступило на медчаты? Ну, сейчас, если за прошлый год, с марта по декабрь поступило свыше 500 обращений, то уже с января этого года по сегодняшнее число свыше 600. 600, да. Да, это уже говорит о том, что медчаты действительно нужны и действительно помогают нашим людям. Ну, вот, например, в городе Якутске. Ну, в городе Якутске более информированное население, конечно, да? Люди пользуются, наверное, больше, скорее всего, столицы нашей республики, да? Чем, скажем, вот в районных, в Улусных, да? Да, в районных, в Улусах все-таки больше ватсап распространен. Да, ватсап, ага. Поэтому, в основном, да, большинство обращений поступают именно с города Якутска. Ну, вот эти вот самые, что вот мы называли вот сейчас, что установлены вот в этих самых больницах, в поликлиниках, да, ну, в тех же Улусах и тоже там, и через услуги, да, вот через вот этот портал госуслуг, да, поступают все-таки эти тоже. Ну, скорее всего, там и такие обращения, скажем, к каким-то отрицательному плану, они ведь не принимаются, скажем так, да, как-то там это, ну, сразу вход не идет. Почему? Нет, мы стараемся реагировать на все очень быстро. К нам в Министерство обращений поступает по нескольким каналам. Вот один из них это Медчат, второй это портал госуслуг, куда можно тоже обратиться с жалобой. И непосредственно на официальном сайте Министерства тоже можно написать. Ну, и люди самостоятельно тоже приносят свои обращения. У нас население, конечно, сейчас более информировано, скажем так, да, ну, вот напрямую обратиться, скажем, к тому же главному врачу, да, скажем, к какой-то городской больнице, да, например, то не всякий сможет, скажем, там принять и попасть иногда бывает очень трудно пациентам, да. И, конечно, вот Медчат и в этом плане, действительно, оно может как-то больше дать возможности, да, вот нашим пациентам, якутянам все-таки достичь своей цели, да, ну, в решении какой-то проблемы, которая возникла у них. Да, вы совершенно правы. Здесь в Медчатах, что удобно, это то, что, ну, некоторым людям не нравится жаловаться. Вот, 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 я уж что имею в виду. И вот когда в Медчате пишешь о своей проблеме, это не означает, что вы написали жалобу на кого-то. Ну, вот, никто считает так, вот, что вот тут жалоба, вот, у нас теперь есть куда писать. Медчаты, жалобы на кого-то. Медчаты, люди совсем не любят писать жалобы, и поэтому они так и не пишут. А через Медчаты можно просто проблему свою озвучить и понимать, что эта проблема будет решена. Ну, когда озвучивается проблема, люди всегда ждут ответа, конечно. Да. Официального ответа, да, из любого медучреждения, там, главного врача, скажем, или замглавного врача, конечно, это тоже. Вот, ну, ага. Ну, у нас остается... В Медчате сразу представляются, поэтому уже понимаешь, что вот анонимные пользователи... Анонимности там нету. Да, нет, анонимности есть, персональные данные нельзя в общей линке. А вот, кстати, насчет персональных данных там это... Да, нельзя в общей линке озвучивать. Озвучивать. Это в правилах Медчата сразу написано, но вот когда уже в личном сообщении, там уже представители организации, конечно, представляются. Ну, что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы попытались сегодня вот до вас довести, Татьяна Николаевна Адамовой, ведущим специалистом отдела ведомственного контроля качества медицинской помощи и обращения граждан Министерства здравоохранения Республики о введенных вот медицинских чатах в рамках федерального проектора здравконтроля. Ну, что, спасибо вам за участие в передаче. Вот, ага. И думаю, что это не последний наш выход в прямой эфир. Итак, на этом пока все. Первая часть. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу «Якутск. Сегодня». Следующий наш участник во втором блоке радиопрограммы телепередачи – это руководитель управления занятости населения городских округов, офис «Моя работа» Мария Трофимовна Слепцова. Здравствуйте. Добрый день. Мария Трофимовна. Информация для тех, кто ищет работу в городе Якутске, куда обратиться, о имеющихся вакансиях и что необходимо знать при трудоустройстве в первую очередь. Ну, вначале, наверное, хотелось бы, чтобы вы подвели какие-то итоги, да, 9 месяцев. Пожалуйста. Вот по итогам 9 месяцев к нам обратилась за предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения более 7,5 тысяч человек. И из них было зарегистрировано в целях поиска работы – это 3332 человека и трудоустроено 1827 человек. Или это 54,8%. Воспользовались такой услугой, как содействие самозанятости, то есть это открытие собственного отдела с финансовой поддержкой. 150 тысяч – это 8 граждан. Также вот при стимулировании трудовой мобильности есть, да, когда, значит, люди переезжают из города Якутска, допустим, другие улусы, регионы и так далее, воспользовались 4 человека, которые, значит, один – это временно трудоустроился, и трое – на постоянное место работы, и которые переехали на постоянное место работы для трудоустройства. И воспользовались финансовой поддержкой по проезду суточных, и вот материальная поддержка также дается 17 400, да, вот этим воспользовались. Были трудоустроены также по стажировке – это 4 молодых специалиста. На временных и на общественных работах у нас также были трудоустроены, допустим, при контрольном показателе испытывающих трудности. Одного инвалида мы трудоустроили, детей в летний период трудоустроили с материальной поддержкой, да, 422 несовершеннолетних ребёнка, значит, это в возрасте от 14 до 18 лет, свободные от учёбы время. И на общественных работах 54 гражданина участие приняли, в том числе это по программе дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда. Здесь 40 человек. Ну и вот 515 были направлены на профессиональное обучение, это у нас по двум программам идёт, да, по содействию занятости в рамках вот национального проекта «Демография» у нас 421 гражданин обучился, и вот направлено, да, и также, значит, направлено на безработных граждан 81, это по программе содействия занятости населения в республике Саха-Якутия, и также 12 граждан для трудоустройства, для последующего трудоустройства промышленные предприятия. Также профориентацию получили у нас по итогам 9 месяцев 2956 граждан, психологическую поддержку получили 340 человек, да, и социальные адаптации получили 296 безработных граждан, и вот самое такое мероприятие, где активно люди приходят за трудоустройством, это ярмарки, вакансии. Таких ярмарок у нас было 15. Вот за 9 месяцев, да? Это за 9 месяцев всё, да. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, звоните нам, 32 00 66 и 32 11 66. Ну что ж, Мария Тарфимовна, скажите, пожалуйста, какова ситуация сейчас на рынке труда в городе Якутске, и вообще, чем привлекателен рынок сегодня? Вот на 1 октября у нас состояло на учёте 961 гражданин в поиске работы, да, и из них 591 это безработных граждан, это уже со статусом, и в городе Якутске это 579, и в Жатае у нас 12 безработных. Ну, примечательно то, что в городе Якутске, как и в целом по России и по нашей республике, да, если сравнить с предыдущим годом, то у нас снизилась численность безработных граждан, да, это отмечается везде и всюду. У нас вот в аналогичном периоде прошлого года у нас состояло, допустим, 961 безработных гражданин, это на где-то 37% снизилась численность безработных граждан. И на 1 октября у нас было вакансии 1276 по рабочим профессиям 517, либо это 40%, и коэффициент напряженности у нас составил 0,8%. А какие специальности вот наиболее востребованы у нас на рынке труда? Ну, если вот посмотреть рабочие, да, это, получается, у нас водители, это охранники вне ведомственной охраны, разнорабочие, уборщики, продавцы. Если из служащих посмотреть, то здесь идут различные инженеры, полицейские, менеджеры, специалисты, бухгалтеры и так далее. Ну и, конечно, законный вопрос тоже к вам хочу задать. Это вот как можно встать на учет, да, для поиска на работу в центре занятости? Очень хороший вопрос, это интересует, наверное, всех, да? Да, конечно, большинство. Ага, здесь ранее люди к нам приходили со всеми документами, да, вот собирали документы и так далее. Сейчас, вот с 22-го года на основании постановления правительства после пандемии теперь подаются данные заявления, сидя из дома. То есть через интернет, портал Работа России, если дома нет интернета, так могут они подойти также в офис моя работа на Петра Алексеева, 19-3, вот они должны иметь логин и пароль государственных услуг. То есть и, конечно же, свои документы, паспорт и так далее, на основании чего, значит, они подают заявление. Есть два типа заявления на поиск работы. Это с выплатой пособия по взработице и без выплаты пособия, да? Вот без выплаты пособия это люди подают, которые не имеют прописку в городе Якутске и в Жатае. А те люди, ну или пенсионеры могут подать, да, те, которые, значит, дети и так далее. А вот те люди, которые имеют прописку в городе Якутске и в Жатае, они подают с выплатой пособия. Ну и здесь также, вот как я сказала, обязательно, значит, сперва они резюме нам отправляют, мы модерируем, потом заявление отправляют. Это, конечно же, они должны иметь учетную запись в госуслугах. Ну, конечно, вот многих тоже интересует размер пособия, вот по безработице сейчас каков размер? Размер пособия раньше ежегодно, значит, постановлением правительства Российской Федерации устанавливался, да, и утверждался ежегодно. А теперь, значит, нововведение нового закона, это закрепился там минимальный и максимальный размер пособий по безработице. И каждый год 1 февраля идет индексация, да, и в том числе, значит, пособий по безработице, здесь всех пособий, да. И здесь вот 1 февраля этого года у нас индексация, значит, была 7,4. И на основании этого минимальный размер пособий по безработице вот в России стало 1611. И вот с районным коэффициентом в городе Якутске у нас стало 2255 рублей. И максимальный размер, значит, стал 13739 рублей и стало, значит, в городе Якутске 19735 рублей. Да, и, конечно, тут, конечно, наших телезрителей, радиослушателей интересует вопрос о нововведениях нового закона занятости. Вы по нему уже работаете почти 9 месяцев, да? Вот вкратце, если можно, расскажите. Здесь нововведение вообще идет, вот, вступает в силу 4 этапа, да. И большинство они уже вступили в силу в этом году. И мы работаем вот по двум законам занятости, да. Это они оба работают, эти два закона о занятости частично, да. И новый закон, и старый закон, поэтому здесь нововведением то, что термин, вот, впервые ищущий работу, да, работники под риском увольнения, вот эти вот термины, они, значит, установлены. Также нововведением является то, что закрепление в закон о занятости, вот, максимального, минимального размера. Также специальные мероприятия по повышению занятости инвалидов, да, закрепился. Это в норму вошло. И целая глава, также, вот, по легализации, вообще, вот, как работать по теневой занятости. Это 13-й главой закона о занятости, да, закрепился. И на основании этого, вот, вышло постановление правительства Республики Саха 30 июля номером 801-Р о межведомственной комиссии. И межведомственная комиссия, значит, она была уже создана, уже первое заседание прошло. И на основании данного, значит, постановления создаются во всех муниципальных образованиях рабочие группы межведомственной комиссии по противодействию вот нелегальной занятости. Вот, если коснуться опять вот инвалидов, да, какие вот специальные мероприятия по содействию занятости вот инвалидов вступили в силу? Здесь статья 38, да, значит, вступила в силу также, значит, вот в сентябре месяце, буквально вот 1 сентября. И здесь говорится о том, что квотирование рабочих мест. У кого, значит, вообще, вот в каких предприятиях есть численность от 35 и выше, они должны квотировать рабочие места для инвалидов. И эти квотные рабочие места, они должны быть обязательно быть заполнены, выполнены трудоустройством как раз граждан с инвалидностью, да. И здесь хорошо, что у нас в Республике Саха данная мера, она выполняется еще вот 18-го года, и она все пыла в силу, поэтому мы безболезненно перешли. Но есть, значит, вот организации, которые не выполняют квоту. Поэтому мы 19 сентября провели рабочие совещания, пригласили тех, которые перевыполняют квоту, да, и которые не выполняют квоту. И здесь они, значит, обменялись опытом, те лучшие, которые перевыполняют, показали лучшие практики. Естественно, значит, мы провели как семинар также, но и было также вот проведен круглый стол международным взаимодействием. И это 26-го уже сентября, значит, было, да, по повышению занятости инвалидов. И здесь на круглом столе в резолюции, рекомендациях, значит, конечно, вошло о том, что в городе Якутске, конечно же, нет доступности, да, вот доступной среды, чтобы малобобильные люди придвигались по городу и так далее, да. Мы также об этом обозначили и написали городу. Также мы информационный листок для граждан с инвалидностью, с мой бизнес, с управлением соцзащиты, на социальные, вот по социальному контракту, как искать работу и так далее. Мы все это должны запустить такой информационный в одном листке и передать медико-социальные экспертизы, где устанавливаются, значит, вот квоты, да, то есть инвалидность людям. Также будем организовывать с работодателями профессиональные туры с управлением образования, будем проводить профориентационные проекты для выпускников школ. Но пока вот такие, значит, вот у нас мероприятия будут проводиться на основании вот тех специальных мероприятий. Ну, а у вас есть бесплатные курсы, где можно получить профессию, да, или повысить квалификацию свою, пожалуйста, бесплатные именно курсы? Да, бесплатные курсы есть, это вот как раз я сказала, да, 515 человек обучились. И вот через национальный проект «Демография», вот через опять-таки портал «Работа России» могут люди подать свое заявление, да. И здесь у нас есть 253 программы на сегодня, это по профессиональному обучению и повышению квалификации. Люди могут обучиться на воспитателя, на швею, на вот сделать вот маникюр и так далее, да, то есть это все на бесплатной основе. Да, конечно. Ну вот, ну а как подаются заявления тогда? Вот человек, опять-таки, который на сегодня ищет работу, да, вот состоит на учете, может подать заявление тоже через портал «Работа России», через, вот опять-таки, пользуясь логином, паролем «Госуслуг», и там есть перечень образовательных программ. Выбирает там свою программу и за две недели подает данную заявочку. Да. Вот какие мероприятия проводите для повышения трудоустройства граждан? Вот вы назвали уже 15 ярмарок, вы провели вакансии, да, это очень тоже очень эффективный такой, да, мне кажется, метод тоже. И в последний раз, когда вот, вот какую ярмарку вы провели у нас в городе Якутске, и когда она будет, скажем так, в ближайшее время? Вы же проводите их традиционно через какое-то время, да? Здесь очень хороший вопрос, потому что данные мероприятия, да, где, значит, вот приглашаются работодатели и соискатели, да, здесь можно пройти в одном месте собеседование сразу, да, ставить резюме и так далее. И данная форма, она на сегодня очень вообще востребована, ярмарка вакансий, ярмарка трудоустройства. И получается, ежемесячно мы проводим такие мероприятия, да, и практически иногда бывает даже два раза в месяц, да, вот если вот сентябрь посмотреть, мы в сентябре месяце также провели вот ярмарку для граждан с инвалидностью, мы пригласили 16 работодателей, и те граждане, которые ищут работу с инвалидностью, вот могли пройти собеседование и быть трудоустроенным, да, и 22 человека было отобрано во время этой ярмарки, да, и на сегодня двое трудоустроены, пять проходят медосмотр, и вот на днях они должны быть трудоустроены, да, это уже хорошие результаты. Также вот в октябре месяце, буквально на днях, 4-го числа мы провели ярмарку, вот, золотодобывающей компании Nordgold. И туда, значит, вот подошли 31 гражданин в целях поиска работы, собеседование прошли, также 4 человека резюме отправили из Татинского, Ленского, Алюхминского и даже Иркутской области подключились через ЛКС, да, для того, чтобы трудоустроиться в данное, значит, предприятие, и всех на сегодня, значит, они забрали и сказали, значит, все прошли они собеседование, и мы их приглашаем на работы, и на днях будет известно, кто будет трудоустроен, и мы сделаем это организационно, и тех людей, которые будут трудоустроены, они также могут получить материальную поддержку, вот как стимулирование. Так, ну, еще такой вопрос хотелось бы, да, вот по стимулированию на федеральном уровне принято какие-то стимулирования в отношении вот работодателей? Да, это вот стимулирование вообще работодателей у нас работает с 21-го года, да, и работодатель, когда подает заявку в Центр занятости, может получить за трудоустройство вот безработных граждан из числа молодежи, инвалидов, также вот участников СВО, да, и членов их семей, вот, которые попали под сокращение, ликвидация предприятия, которые прекратили, да, свою деятельность, вот за них, если они трудоустроят у себя, то могут получить три, значит, вот, возмещения, это за первый месяц, по истечении трех месяцев и по истечении шести месяцев возмещение заработной платы. Это все, значит, вот через, опять-таки, ФСС идет, да, на сегодня это ОСФР, и заявка, она должна, опять-таки, через портал работы России должна подаваться. Ну что ж, у нас остается буквально минута уже, да, около этого, вот, Мария Тарфимовна, что пожелаете жителям города Якутска для тех, кто ищет работу, еще раз, может, что-то напомнить, а, пожалуйста. Вот сегодня я хочу пригласить, да, опять-таки, на ярмарку вакансий, да, которая у нас будет вот на днях тоже, вот, 9-го числа для освобожденных из мест лишения свободы и освобожденных, да, это 9-го числа, завтра после обеда с двух до четырех часов. Также у нас будет 24-го числа ярмарка вакансий для молодежи. Приглашаем на эту ярмарку. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наша телерадиопередача Якутска сегодня прощается с вами. До встречи на следующей неделе. Вел передачу редактор Юрий Сергеев. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин